Наринмар сегодня отмечает свой юбилей. Ему исполнилось 80. Официальная история столицы региона началась 10 марта 1935 года прошлого яга. Тогда рабочий поселок Наринмар получил статус города. В то время он ничем не напоминал столицу целого субъекта. Деревянные мостовые, бараки, бездорожье. Спустя 80 лет это современное и красивое здание, развитая инфраструктура. По историческим меркам город хоть и считается молодым, но благодаря своему местоположению Наринмар значительно опережает своих ровесников по развитию. Главной предпосылкой для создания окружного центра стало образование Ненецкого национального округа в 1929 году. Первая столица региона была в Тельвиске, но потом недалеко от нее был образован новый региональный центр в местечке Белощелье. Стройки велись очень быстрыми темпами по тем временам, конечно. Это было такое очень интересное массовое строительство. И вот в 1931 году новый населенный пункт получил название Ринмар. То есть Красный город. Первоначально было несколько версий, как назвать новый населенный пункт. Это Едымарт, то есть новый город Ненецк. Наиболее богозвучный, наверное, в начале все-таки была Ринмар. Город быстро рос. В 1935 году были даны названия первым улицам. Началось строительство административных зданий. Выпущены первые специалисты. Но несмотря на это, еще до середины 40-х в городе было много бараков и полуземлянок. Деревянные дома, деревянный тротуар. Невысокий, неширокий, славный город Нарьинмар. Далекие 30-е и 40-е годы Красный город начинался от берега. Там, где находится современный морской порт. А за Домом Советов окружной администрацией уже был лес. Центральными улицами тогда были Набережная и Хатанзейского. Вот здесь стояло здание драмтеатра. А на месте памятника погибшим морякам находилась главная площадь молодого города. Каждый Нарьинмарец помнит этот город по-своему. Жизнь Сергея Никулина, специалиста мэрии, неразрывно связана с сегодняшним юбиляром. Здесь он родился, рос и до сих пор продолжает работать. Отец был строителем и участвовал во многих стройках того времени. Мама работала в универмаге. А я ещё помню, приходил к маме, когда она работала в универмаге. Вот тот первый универмаг, когда ещё были внутри, стояли круглые печки, отбитые железом. И вот прибегали, грелись возле этих печек. Сейчас город быстро развивается. И на месте старых домов растут каменные многоэтажки. Деревянные мостовые давно сменили на асфальтовое покрытие. Но в памяти старшего поколения он остаётся таким же маленьким и деревянным. А благодаря песне «Кова Бильды» таким Наринмар представляют и многие жители нашей необъятной России. Сегодня Наринмар – настоящий юбиляр. Поздравляют любимый город не только его жители, но и экипаж малого противоводочного корабля Наринмар. Несмотря на то, что между кораблём и городом большое расстояние, у нас много общего, нас многое связывает. Это герб, символика, традиции, обычаи и, конечно, характер северного народа, который неизменно на протяжении многих веков служит российскому государству. Хоть наш город не имеет вековой истории, у него всё ещё впереди. Новые дома, новые жители. Но в памяти большинства всё равно останется частичка того старого деревянного Наринмара, с которого всё и начиналось.